Диск День рождения Владимира Семеновича Высоцкого В первом отделении В первом отделении будет концерт А во втором уже будет презентация В втором отделении мы с группой товарищей Моих музыкантов сыграем вам Вот этот вот диск Который мы выпустили примерно в том варианте В котором все звучит на диске Исходя из того, что будет концерт Сюрпризов особых не будет В конце первого отделения Не знаю, как Димка себя будет чувствовать Евгений Чулков приехал Он хотел тоже выступить Пару песен вам с Петей Ну, давайте Начинать и двигаться дальше Все Сегодня будет только песня Высоцкого В конце мы с ребятами сыграем одно Посвящение Владимиру Семеновичу Который в свое время написал Первая песня называется О поэтах и лягушах Кто кончил жизнь трагически Тот истинный поэт А если в точный срок Так в полной мере На цифре двадцать шесть Один шагнул под пистолет Другой же в петлю Слазил в Англитерия А в тридцать три Христу Он был поэт Он говорил Да не убей, убьешь Вести на идунул Но гвозди ему в руки Чтоб чего не сотворил Чтоб не писал И чтобы меньше думал С меня при цифре тридцать семь В момент слетает хмель Вот и сейчас Как холодом подуло Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль И Маяковский лег Виском надул она Задержимся на цифре тридцать семь Коварен Бог Ребром вопрос поставил Или или На этом рубеже Легли Байрон и Ерембо А нынешние как-то проскочили Дуэль не состоялась Или перенесена А в тридцать три Раз пяли Но не сильно А в тридцать семь Не кровь Да что там кровь и седина Из пачковой виски Не так обильно Слово стреляться В пятки, мол, давно ушла душа Терпение Психопаты Их лягуши Поэты Ходят Пятками По лезвию ножа И режут В кровь свои Басы и душ На слово Длинношее В конце Пришлось Трие Укоротить поэта Бывод и ясен И нож в него Но счастлив он Висит на острие Зарезанный за то Что он опасен Жалею вас Приверженцы Фатальных гад И цифр Томитесь Как наложницы В гареме Срок жизни Увеличился И может быть Концы Поэтов Отодвинулись На время Срок жизни Увеличился И может быть Концы Поэтов Отодвинулись На время Вторую песню Вы все прекрасно знаете Это песня Которую Владимир Высоцкий написал Для Кинофильма Вертикаль Режиссером Который был Станислав Говорухин Кстати он меня поразил В очередной раз Господин Говорухин Когда Депардье Получил Российское гражданство Не читали Как Говорухин Это отряд Скорее Станислав Говорухин Сказал Ну вот Еще один пьяница В чем то соответствует Вертикаль Вертикаль Обрыв обогнут, но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа Кто здесь не бывал, кто не рисковал Тот сам себя не испытал Пусть даже внизу он звезды хватал с невест Внизу не встретишь, как не тени За всю свою счастливую жизнь Десятые доли таких красот и чудес Внизу не встретишь, как не тени За всю свою счастливую жизнь Десятые доли таких красот и чудес Нет алых роз и траурных лет И не похож на монумент Тот камень, что покоя тебе подарил Как и вечно в огнем сверха и днем Вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил Как вечно в огнем сверха и днем Вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил И пусть говорят, да пусть говорят Но нет, никто не гибнет зарядок Лучше, чем от водки и от простуд Другие придут, сменив уют на риск И непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут Отвесные стены, а мне зевают И здесь на визите не упомай Гора ненадежна, ни камень, ни лед, ни скала Надеемся только на крепость, друг На руки других и на крюк И молимся, чтобы страховка не подвела Надеемся только на крепость, друг На руки других и на крюк И молимся, чтобы страховка не подвела Мы рубим в ступени ни шагу назад И от напряжения колени дрожат И сердце готово в вершине бежать из груди Весь мир молодой, и ты счастлив и нет И только немного завидуешь тем Другим, у которых вершины еще впереди Весь мир молодой, и ты счастлив и нет И только немного завидуешь тем Другим, у которых вершины еще впереди Я вам мозги не пудрю, уже не тот забот Меня стрелял поутру из ружей целый взвод За что мне эта злая, нелепая стезя? Ни то, что бы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир Меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял И взвод отлично выполнил приказ Но был один, который не стрелял Судьба моя лихая, давно наперекот Однажды языка я добыл, да не донес И ассалис Цветин, неутомимый наш, еще тогда приметил И взял на карандаш, он выволок на след и приволок Подколотый, подшитый материал Никто поделать ничего не смог Нет, смог один, который не стрелял Рука упала в пропасть с дурацким звуком пли И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли Но слышу, жив зараза, тащите в медсанбат Разстреливать два раза, уставы не вилят А врач потом все цокал языком И удивляясь, пули удалял А я в бреду беседовал тайком С тем пареньком, который не стрелял Я раны, как собака, лисово не лечил В госпиталях, однако, в большом почете был Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол Наш батальон геройствовал в Крыму И я туда глюкозу посылал Чтоб было слаще воевать ему Кому? Тому, который не стрелял Я пил чайок из блюдца, со спиртиком бывал Мне не пришлось согнуться И я довоевал свой полк Определили в бою и сказал Комбат, а что не дострелили? Так и я не виноват Я тоже рад был, но принесел у пня Я был белугой и судьбину клял Немецкий снайпер дострелил меня Убив того, который не стрелял Немецкий снайпер дострелил меня Убив того, который не стрелял Виктор Забашта Это знаменитый вообще человек В авторской песне, для тех, кто не знает Это человек, который участвовал Непосредственно в организации Гастроли Высоцкого в Украине В 1978 году Наверное, что-то приврал, но По крайней мере, был в курсе Добрый вечер, любите добры С праздником вас С большим праздником Приближаетесь В 75-летие Владимира Семеновича Высоцкого Мне повел Посчастливилось пообщаться с ним Это был день его рождения В 40-летие В 1978 году Я тогда еще руководил Луганским КСП Так назывались клубы авторской песни И вот Владимир Семенович В этот день давал три концерта в Луганске Перед тем были еще концерты в Северодонецке Где он посадил свое горло Я еще ему приносил соду Сокрин, говорят Он говорит, ваша мать Перемать в Северодонецке И вот В конец испортил мою глотку И Мы его поздравили с днем рождения Не пил, не грамм Прилюбил шампанское И потом сделал Дурачились в период между концертами Он сделал стойку на руках Потом перешел тело Паралельно Потом остался на одной руке Это был так называемый Крокодильщик Гимнаст Если кто знает И Планирую, что еще будет вечера Но, к сожалению, так случилось Что больше вечера не было А потом уже просто проводили Вечера памяти Вот первый такой вечер Был 25 ноября 1981 года Большой вечер был После которого потом Приглашали всех попков партии В отдел пропаганды И в отдел по идеологии И Мы тогда впервые Пульвыковали в газетах И балладу о масках его И еще несколько В районных газетах Его стихотворения За что Все получили по строгому выгоду Ну так было в те времена А потом вечера проводилось много Я ввел 20 лет на Грушинском фестивале Сына членов жюри Почетных гостей И здесь в гнезде Вот когда был арт-директором Еще в те времена В конце 90-х Мы проводили много Программ по Высоцкому Вы знаете Это всегда тяжело Подобрать людей Которые поют Песни Высоцкого хорошо Я человек придерживый Поэтому Вот Поют там многие Наверное из вас многие поют Но чтобы показать Своё понятие Песни Высоцкого Это сделать очень сложно Я таких могу По пальцам перечислить Вот сейчас Выступает В Екатеринбурге На открытии Дома-музея Лёша Зыков Вместе с Ветой Григорьевой И Никитой Пополетел с ними Потом они будут Еще концерт у них будут И в Новосибирске И в Тольятти И в Самаре Вот Лёша сегодня Выступает здесь Завтра насколько я знаю Уже будет в Праге Потом будет встреча в Берлине И в Нижнекамске На сайте у нас Мы выставляли Где-то будет Но вечером Проходит действительно Очень много И это люди Вот разного времени Потому что Вот Женя Челков Которую сегодня Я пригласил сюда Это люди Которым за 60 Лёша Зыков За 50 Лёша совсем молодой 40 Я очень жалею Что мне удалось Сделать вот такой Большой вечер Где бы люди Разных покорений Присутствовали Но Женя будет выступать Здесь 26 Можете тоже прийти Послушать А Лёша Зыков Периодически Тоже выступает С такими программами Так что Думаю Что это вы Всё ещё услышите А про Женя Лёня Симаков Мой друг Царства Небесного Прекрасный автор Вот ещё В 80-е Говорил И говорил Так Женя Ты знаешь Ты больше похож На Семёныча Чем сам Высоцкий Вот природа Ну сейчас он Естественно Сколько времени Прошло Постарел Изменился Я думаю Какий бы сейчас был Владимир Семёнович В наше время И что бы он Писал сейчас Про наше время Сложно это представить А нам остались Только его песни Я приглашаю на сцену Евгения Чулкова Пожалуйста Женя Женя Саня 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 А в Нижнем Тагиле До сих пор Живёт Первая жена Высоцкого Иза Женя Часто с ней Тоже общается Ты готов? Евгений Чулков Добрый вечер В общем Несколько неожиданно Я оказался На этой сцене И Волнуюсь Но думаю Пойдём Кстати Вчера Уизы Константиновны Высоцкой Первой супруги Владимира Семёновича Был день рождения И исполнилось 76 лет Я право не знаю Что спеть Потому что Тут Программа продумана А я вот как бы Изучит Может быть старое что-то? Старое Старое А что? Может я знаю? Любимое Про любовь Про любовь Как все песни Про любовь Высоцкой Не пиши мне Про любовь Не поверили я Сегодня в нашей комплексной бригаде Прошёл Служок Глобалик Маскарадин Расстали маски Кроликов Слогов И алкоголиков Назначили Все Верно На усаде Зачем Идти При полном Препараде Скажи мне Моя радость Христа Ради А на мне Одевайся Кол я Тебе Стесняюсь Не думал Как всегда Пойдёшь Ты сзади Я платье Говорит Сила Унади Я буду Нынче Как Марина Влади И проведу Хоть тресные Часы Свои Воскресные Хоть С пьяной Твоей Мордой Но В наряде Зачем Же Я себя Утюжил Кладил Меня Поймали Дружи В засаде Ведь Маскарик Наш Коль Катал Мне Маскар Алкоголика И на Троих Зазвали Меня Дяди Я Снова Очудился В засаде Глядь Две Жены Ну Две Марины Влади Одет И Животные Место Меж Бегемотами Я Тоже Зверел И Стал В засаде А на Утро Дали Премию Бригаде Сказав Мне Что Напали Маскараде Как будто Я Маскараде Бригаде Я Бригаде Бригаде Я здоров, к чему скрывать, я педагоги могу ломать, Я недавно головой быка убил. Но с тобой жизнь, когда-то, не под кубы разгибать, А прибить тебе ворально не пусил. Вспомни, был альфа-красок, чтоб я из дома убил, Ну, когда же надоест тебе гулять? Скоро пишу я прихожу, язык со спину заложу, И пишу тебя по городу шуток. Я все ноги сходил, велосипед себе купил, Чтоб в страданиях облегчение было. Но налетел на самосвал, к склифосовскому попал, Навестить меня ты даже не пришла. А хирург седой старик, он весь отмяк и как-то сни, Он шесть суток мою рану заживал, А когда кончился наркоз, стало больно мне до слез. Для кого ж я своей жизнью так из голову? Ты не радуйся, змея, скоро выпишут меня, А хрущу тебе тогда без всяких смен. Я тебе точно говорю, остру бритву на вострел, И обрею тебя на голову совсем. Я тебе точно говорю, остру бритву на вострел, И обрею тебя на голову совсем. Спасибо. Спасибо. Евгений Челков, давайте еще поприветствуем. Кто хочет послушать песню Владимира Высоцкого В исполнении Евгения, Милости прошу сюда, 26 числа будет вечер, Посвященный 75-летию Владимира Высоцкого, 26, в 3 часа начнется концерт. Это дневной концерт. Я там заявлен, но это не совсем правда, Потому что я в это время буду лететь из Чехии, И я никак не смогу спеть. Я просто думал, что это будет вечером концерт, И тогда бы я успел на финал, А дневной никак не успеваю, У меня самолет опять приземляться. Евгений Челков будет, видите, Завод, что там будет петь, И очень многие хорошие ребята. Так, а гитара в мониторе вот так вот именно была? Или нет, не так? Да, сделаем так, как она была. Полководец шею короткой должен быть в любые времена, Чтобы грудь почти от подбородка, От затылка сразу, чтоб спина. На короткой незаметной шее В голове удобнее сидеть, И душить значительно труднее. И арканом не зажда задеть, А они вытягивают шеи И встают на кончики носков. Чтоб видеть дальше и вернее, Нужно посмотреть поверх голов. Все, теперь ты темная лошадка, Даже если видел свет в долине. Поза неустойчивая и шатка, И открыта шея для петли, И любая подлая ехидна Сосчитает позвонки на ней. Дальше видно, но недальновидно, Житься при дыхании меж людей. И они его вытягивают шеи И встают на кончики носков. Чтоб видеть дальше и вернее, Нужно посмотреть поверх голов. Чуть отпустят нервы, как густечка, Больше не держа и не храня. Под ноги пойдет ему подсечка, И на шею ляжет ветерня. Вот какую причо в Востоке Рассказал мне старый аксакал. Даже сказки здесь и те же истоки Думал я и шею измел. Давайте, если на такую полушуточную тему не пришли. Звук был тоже до того, Как я порвал струну, ушел такой же звук. Или там тише стало? Хорошо. Это и Игорь. Великолепный звукорежиссер Игорь. Мы можем поаплодировать ему. Всегда звучат нервы. Или типическая поддержка Александра Фадеевна, Которая помог нам только вам составить. Это у нас такая идея, Если у нас экрана вот сэрка стоит. Так. Ну, давайте, если к шуткам перешли. Значит, песня называется «Диалог у телевизора». Она мне очень дорога, Потому что я сейчас проживаю в Чехии. И я действительно теперь там проживаю. В гости. Вот. И там она очень популярна В исполнении такой есть. Автор у них чешский Высоцкий, Как его называют? Яромир Наговица. Есть у них Яромир Наговица, А дальше все остальные. Вот если Наговица выпускает диск, То не корил год, Никто там рядом не присутствует. Вот. И он пел с 1982 года эту песню, Которая по-чешски называлась «Диалог телевизора». Да, там цена там И у них там я уже рассказывал, Как на концерте, Что ему запретили петь Ване и Зина. Вот. Потому что Это как бы плохо описывало Большого брата Республики Чехословакии, Что там пьют. И он переделал, У него там до 89 года, До бархатной революции Были Пепа и Маршка. Значит, типа чехи могут петь, У чехов такого, А вот советские нет. Вот, мы потом Ване и Зиной вернулись, Но я, разумеется, По-чешски я еще не грустил, Споел вот в оригинале, Как пел Владимир Семенович Руссовский. «Диалог в телевизоре». Очень люблю эту песню. Вечная песня вообще. «Ой, ой, Ваня, смотри, какие клоуны, Рук хоть завязочки пришей. Ой, до чего они размалеваны, А голос как волка шеи. А тот похож, нет, правда, Ваня, На Шурина такая же пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, Я правду, Ваня». «Послушай, Зин, не трогай Шурина, Какой не есть, а он родня, Сама намазно прокурена. Гляди, дождешься у меня. А чем болтать, взяла бы Зин, В антракт сгоняла в магазин, Что не пойдешь, ну я один, Подвинься, Зин. «Ой, Ваня, смотри, какие карлики, Джерси одеты, не в шевьёк, На наш пят швейной фабрики, Такое вряд ли кто пошьёт. А у тебя, ей-богу, Ваня, Ну все друзья такая рвань, И пьют всегда в такую рань, Такую дрянь. Мои друзья, хоть не в полонии, Зато не тащат из семьи, А гадость пьют из экономии, Хоть полтруда на свои. А у тебя самой-то Зин, Он в семидесятом был грузин, Да тут вообще хлебал бензин, Ты ж помни, Зин. «Ой, Вань, смотри, гость, попугайчики, Нет, я ей-богу закричу, А этот кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. Да где квартала, правда, Вань? Ты мне такую же сваркань? Ну что отстань, всегда отстань, Обидно, Вань. Уж ты бы лучше помолчала бы, Накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, когда я их читал, К тому же эту майку, Зин, Тебе на пять позор один, Тебе с житья пойдет, Аршин, Где деньги, Зин? Ой, Вань, укроп на кроватика, Смотри, как вертится нахал. Завцеха наш, товарищ Садюка, Вчера ся в клубе так скакал, А ты придешь домой, Иван, Поешься сразу на диван, Или вон кричишь, когда не пьян, Ты что, Иван? Ты, Зин, на кровь снариваешься, Все, Зин, обидеть норовишь, Тут за день так накуркайся, Придешь домой, а ты там и сидишь, Ну и меня, конечно, Зин, Все время тянет в магазин, А там друзья, ведь я же, Зин, Не пью один. Еще одну шуточную песню я хотел спеть, Она, кстати, Ее как-то выступали Со знаменитым чешским переводчиком В одном концерте, Милан Боржик, Есть такой человек, Который перевел Евгения Анигина Всего Высоцкого Вот на чешский язык, И он спел, Я перед тем, как он спел это, На чешском, я эту песню спел на русском, И чехи поняли, Потому что там очень много Похожих слов, к счастью, оказалось. Песня называется Одна научная загадка Или почему аборигены Съели куга. Не хватайтесь за чужие дали, Прирвавшись из рук своих подруг, Вспомните, как берегом Австралии Подплывал покойный ныне кук, Как в кружок усевшись под азарей, Поедом с восходу до зари, Еле в этой солнечной Австралии Друга дружку сбыть и корей. Но почему аборигены съели кука, За что неясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука, Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что их не вождь большая бука, Кричал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. И вовсе не было подвоха или трюка, Пошли без слуха, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука, Тюк прямо в темя, и нету кука. Но есть, однако же, еще предположение, Что кука съели из большого уважения, Что всех науськивал колдун, хитрец и злюка. А ту, ребята, хватайте кука! Кто уплетет его без соли и без лука, Тот сильным, смелым, добрым будет вроде кука. Кому это под руку попался каменюка, Метнул гадюка, и нету кука. А дикари теперь заламывают руки, Ломают копья, ломают луки. Сожгли и бросили дубинки из бамбука, Переживаю, что с ней кука. В случае песни, я даже ее не планировал спеть, Но я обязательно ее спою, потому что... Ну, потише чуть-чуть, ладно? Вы можете разговаривать, когда я пою, Потому что все равно ничего не слышно вас. Говорю я тише гораздо, и тут это немножко мешает. Хотя, наверное, несправедливо вот люди, Если они собираются, я, например, принципиально Сделал этот праздник здесь, в Низе, в Ухаряне. Не только потому, что это одна из моих любимых площадок, Не только в Москве, но и в России, А потому что, ну, все-таки, на презентации, Это, наверное, праздник. День рождения, даже шесть человек, Все равно это праздник. И нужно выпить, закусить и так далее. Потому что я не знаю, как делать презентацию в зале, Там в Догу еще, где вот так вот все сидят. Хотя это тоже очень привечаемая площадка. Но там лучше все-таки делать такой, как бы, концерт, А не что-то отмечать. Правильно? Вот. Сегодня на концерт пришел один очень хороший человек. Это биограф и близкий друг Леонида Ингибарова. Великого клоуна Мима, с которым был знаком Высоцкий, Которому он посвятил несколько песен о тросте творения. И я вот, только прочитав книги Марии Романушка, Понял, сколько всякой чуши рассказывает И всяких легенд, нелепых и небылиц о Леониде Ингибаровой. Если в книге Марина Влади написано то, что Высоцкий пришел домой и рыдал, И говорит, вот Леня, он упал на улице Горького, Просто ему стало плохо с сердцем, А все думали, что вот это пьяный лежит, И он умер до приезда скорой. Вот эта легенда более-менее красивая, да? Но это все-таки легенда, потому что все было не так. А многие там просто на такую ересь пишут. Вот если Вы хотите действительно узнать биографию этого великого человека, Великого артиста нашего советского церкви Леонида Ингибарова, Вот можете зайти, вот я эти книжки видел и на Арбате, В доме книги, в книжном магазине «Москва» Или подойти просто к Марии Романушке, Вот она там сидит, посоветоваться, Где можно купить ее книги. По-моему, две книжки у Маши вышло, Посвященных Леониду Ингибаровой. Очень-очень хорошо написано там все. Я как раз вот есть такие вечера, Там песни про цирк и так далее. Я начинаю со всеми ругаться, потому что говорю, Да не так это все было, не так просто. Вот привожу пример. Хотите, узнаете. Машенька, спасибо большое, что пришла. Я хочу спеть посвящение Песню Высоцкого посвящению Леониду Ингибару, Которая называется, у него вариант на звание был «Канатоходец», А на французском диске, который опять же записывал Костя Казанский, который перед концертом здесь был, Эта песня называлась «Натянутый канат». Он не вышел ни званьем, ни ростом, Ни за славу, ни за плату На свой необычный манер Он по жизни шагал над помостом По канату, по канату Натянутому, как нерв Посмотрите, вот он без страхов идет Чуть правее наклон Упадет, пропадет, чуть левее наклон И его не спасти Но зачем-то ему очень нужно пройти Четыре четверти пути И лучи его шага сбивали И кололи, словно лавры И труба надрывалась ко твле Трики, браво, его оглушали Аль-литавры, аль-литавры Как опухом по голове Посмотрите, вот он без страхов идет Чуть правее наклон Упадет, пропадет, чуть левее наклон И его не спасти Но зачем, но замрите Ему остается пройти Уже три четверти пути Ах, как жутко Как смело, как мило Бой со смертью Три минуты Раскрыв в ожидании рты Из квартира Летели уныло Лилипуты Лилипуты Казалось ему с высоты Посмотрите, вот он Без страхов идет Тонкий шнур под ногой Упадет, пропадет Право, влево, наклон И его не спасти Но замрите Ему остается пройти Уже две четверти пути Он смеялся над славой убрянной Но хотел быть только первым Такого попробую дрочь И по проволоке Над ареной Он по нервам Нам по нервам Шел под барабанную дрочь Посмотрите, вот он Без страховки идет Тонкий шнур под ногой Упадет, пропадет Право, влево, наклон И уже не спасти Но спокойно Ему остается пройти Не больше четверти пути Закричал крейсеровщик И звери Квалил лапы На носилки Но просто приговор И суров Был растерян он И не уверен Но в обилке На вобилке Он пробил досаду И кровь И сегодня Руковой Без страховки идет Тонкий шнур под ногой Упадет Пропадет Право, влево, наклон И его не спасти Но зачем-то ему Тоже нужно пройти Четыре четверти пути Что за громдой тих Погружен во мрак На семи лихих Продувных ветрах Всеми окнами Обратясь на враг Оборотами На проезжий трак Устал я устал На лошадок распряг Эй, живой кто-нибудь Приходи Помоги никого Только тень промелькнула В синях Да спервятник спустился И сузил круги В дом заходишь как Все равно в кабак А на родишках Каждый третий враг Своротятску Кость непроженый Образом углу И те перекошены И затеялся смутный Чудной разговор Кто-то песню стонал И гитару терзал И припадочный малый Придурок и вор Мне тайком Испо скатерти Нож показал Кто ответит мне Что за дом такой Почему во теме Как барак чумной Свет в лампад погас Воздух вылился А лишь жить у вас Разучились Перенастешь у вас А душам заперти Кто хозяином здесь Напоил бы вином А в ответ мне Видать был ты долго в пути И людей позабыл И всегда так живем Траву кушаем Век нащабили Скисли душами Обрыщавили Да еще вином Много тешились Разоряли дом Дрались Вешались Я коней заварил От волков ускакал Укажите мне край Где светло Лампад Укажите мне место Какое искал Где поют А не стонут Где пол Не богат О таких домах Не слыхали мы Вечно жить В потьмах Привыкали мы Испокону мы Вслед о шепоте Под иконами Черной копоти И смрада Где косы Витят образа Я башкой чертя Гнал Забросивший кнут Куда кони не сли И глядели глаза И где люди живут И как люди живут Сколько канула Сколько склынула И кидала в меня Не докинула Может спел про вас Неумелая Очи черные Скатерть белая Аплодисменты 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 Знаете что Даже Я не Записки Ну давайте посмотрим Если хватит на третье отделение Тогда выполним записки Значит Аплодисменты Спасибо Поздравляем с выписком Альбома Спасибо Вот самая правильная записка Поздравляем с выписком Альбома И никаких песен Бараньку Четыре восклицательные знаки А смотри что-нибудь свое Это тоже Я шучу Я их все собираю У меня дома Специальная папка Для этих записок Я реально говорю Чего ты их не выбрасываю Краню как письма Давайте я сейчас Чуть-чуть отдохну В плане того Что я Вам пару историй Забавных Связан Алисинь Браво Алисинь 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 Можно дальше говорить Спасибо Что ты разрешил Значит Пару историй Связанных с именем Владимира Семеновича Я тут Прочитал в интернете Одна история произошла Но она имеет под собой почву И действительно Я думаю Что было так Ее рассказал Никому еще тогда Неизвестный Теперь уже известный Продюсер Музыкант Александр Александр Кальянов По-моему Да я его зовут Кальянов У Высоцкого Были концерты в Казани В 1977 году Он играл там И один из группы По-моему Добрые молодцы называлась А Кальянов Он был звукорежиссером Совсем еще молодым Никому неизвестным Вот И руководитель ансамбля Вот они заспорили Есть ли у Высоцкого слух Потому что у него все время Расстроена гитара какая-то Вообще Есть ли у него слух И руководитель ансамбля И руководитель ансамбля Валентин такой Он подошел И там было несколько концертов в день Он же по пять концертов в день Давал Владимира Семеновича И он подстроил ему гитарку Перед вторым концертом По-моему Подстроил Высоцкий вышел на сцену Взял аккорды Так Недоуменный взгляд Потом взял что-то Перестроил обратно Расстроил гитару Все такие Ёлки Действительно Бедный человек У него же слуха-то нет Да Это Руководитель этой группы Доброго Монса Валентин был Как в том анекдоте Про сибирских мужиков Да точно Мужиком Он говорил Сейчас еще раз проверим Взял опять Значит настроил Перед третьим выступлением Высоцкому гитару Тот опять вышел Взял первый аккорд И говорит Почему-то глядя на меня Это Кальяна говорит Сказал Так Если кто-нибудь еще Попробует настроить Мою гитарку Получит по морде Ясно нет И они парни сказали Ес Значит он это делает Специально Значит если он услышал Что гитара расстроена Кто еще попробует Настроить мою гитарку Как он называл Получит по морде Ясно Ну вот А вторая история Есть такой Марк Цибульский Исследователь Творчества Высоцкого 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 Сейчас назову Всех этих людей Он написал еще Более забавную историю Она косвенно касается Владимира Семеновича Высоцкого Когда В 1985 Если не ошибаюсь В году Вышел фильм Который называют По-моему Белые ночи Где снимался Опальный тогда Эмигрировавший Танцор Барышников И знаменитый Он смотрел Этот фильм В Америке Ну до нас Этот фильм дошел Только в подпольных записи И там есть Такой эпизод Где он Ну и В общем Он играет самого себя Опальный Эмигрировавший Болерон Который Летел через территорию России Из Америки На гастроли В Японию У них Что-то поломка В самолете И они совершили Экстренную посадку Где-то в Норильске И там разумеется Все знали А в этом Значит Самолете Вот этот вот Предатель Родины Его берет В оборот Наши злые КГБ Смешно Они там показывали Конечно И его заставляют Дать концерт Балет В Кировском театре В Ленинграде Вот А он этого не хочет делать И он потом убегает Посольство Как всегда Ну очень много Фильм Каждый же это посольство Вот И там Его бывшая любовь Которая оказывается Сотрудница с КГБ Как выяснилось Какая любовная линия Какая Враг Советский враг Любовь этого Барышникова Вот Она на сцене Ночью на сцене Этого Кировского театра Вдруг слушает магнитофон Так тихонечко Тихонечко А там Коней играет Высоцкого Коней привереливый И Барышников так Подходит к ней Говорит Вы его не только поете Вы его даже слушаете Шепотом Раз на полную катушку И под коней привереливый Он танцует такой танец Вот Со знаменитым проездом На колени 20-метровым таким Хопа И Цибульский пишет И говорит Я вдруг слышу Вот это вот армия Чуть помедленнее Коней Чуть помедленнее Умоляю вас Умоляю вас Встать Не лететь Говорит Я сразу сделал стойку Потому что ни одной фонограммы Известной Где бы он два раза повторял слово Умоляю вас Умоляю вас Не было И он значит Внимательно Сделан на это дело Как он говорит Я сразу сделал стойку Я думаю Что это за неизвестная запись И он посмотрел титры Записи предоставленные Датским телевидением Он написал На датской телевидении Из Америки Вот в таком-то фильме Записи Ему пришел ответ Вы знаете Да Действительно была такая Радиопередача Посвященная творчеству Высоцкого На русском языке Только в учебно-показательных целях Там было несколько писем Передача на 40 минут Он написал А не можете ли мне ее предоставить Ему приходит ответ То что Тогда же интернета не было Письма-то шли Попустите Приходит ответ Уважаемый доктор Цибульский К сожалению нет Потому что Чтобы предоставить вам Эту радиопередачу В законе по авторским правам Да Не прописано Что вы должны получить Разрешение всех Кто принимал участие В этой радиопередаче Плоть до монтажера Звукорежиссера И так далее Но он подумал Это человек 10 Но опять же Он нормальный сибирский мужик Он оказался дотошным мужиком Написал Хорошо Пришлите мне адреса Всех кто участвовал Через полтора месяца Он получает бунтероль В которой кассета И скрываемым сарказмом Написано Ради того Чтобы помочь вам Ваших конечно жизненно необходимых Исследований Творчества русского поэта Мы нарушаем авторские Ну что-то не нарушаем А они сказали Мы вам высылаем эту кассету Типа Звучало там что Отвяжитесь Точнее Они предпочли нарушить Закон об авторском праве Который в Европе И соблюдался И соблюдается И будет соблюдаться свято Лишь бы не связываться С таким дотошным Переписчиком Дальше Обнаружила там Несколько фонограмм Достаточно известных И самое смешное Внимание Коняк проверяли Все было спето нормально Один раз Умоляю вас Вскачь, не лететь Точнее Я настолько заслушался Этой песни в фильме Что даже не заметил монтажа То ли они для усиления То ли для того Чтобы ему 20 метров И доехать Они просто подмонтировали Там один раз Вот это фраза Вот такая веселая статистка Вот как раз вы Выправились И у нас Дальше Снимаем статист Так Ну Сейчас Вот еще что я хотел сделать У близких мне людей Которые Собственно Участвовали В моем знакомстве С Владимом Ивановичем Тумановым С другом Высоцкого Которые знали Владимира Семеновича Которые Вадим Владимир Ильич Вадима Ивановичу Помогали с выпуском Его книги Очень хорошие книги Автобиографичные Все потерять И вновь начать с мечты Которая продается Только в магазине Москва На Тверской улице Автобиографическая книга Туманов Я для многих своих знакомых Эту книжку Ездил Подписывал Туманов Вот У семейства Демидовых Саша Демидов сказал Я наверное все таки еврей Самый хитрый Я женился на девушке С которой у нас День рождения В один день Экономное Это все Вот Как раз У семейства Демидовых Сегодня день рождения Я хотел их поздравить И спеть Любимую песню Которую я редко пою Я думаю Алексей Саталов Меня в этом поддержит Которая называется Баллада о борьбе Из кинофильма Из кинофильма Кстати из кинофильма Это я тоже на концертах Рассказывал Это у нас только в нашем Кинематографе может быть Два фильма С разной музыкой Потому что Когда в 87-м По-моему году В стрелы Робин Гуда Тоже включили эти песни У нас получилось Два Фильм стрелы Робин Гуда С музыкой просто Рижской киностудии С оркестром И второй вариант С песнями Высоцкого А еще у нас получилось После этого два фильма В которых звучат Одни и те же фонограммы Высоцкого Это баллада Доблестного рыцаря Овенга Из тревоги Так вот Наши По-познакам Дорубь яичков И крестов Баллада о борьбе Средь оплывших свечей И вечерних молитв Средь военных трофеев И мирных костров Жили книжные дети Не знавшие битв Изнывая от мелких Своих катастроф Детям вечно Досаден Их возраст И мы И дрались мы Досаден До смертных обид Но одежды Уладали Нам матери В срок Мы же книги Глотали Пьянея От строк Ликли волосы Нам На вспадившие Лубы И сосало Под ложечный Сладко От фраз И кружил Наши головы Запах борьбы Со страниц Пожелтевших Слетая на нас И пытались Постичь Мы Не знавшие Воин За воин Сдвены Пельнич Принимавшие Вой Тайну Слово Приказ Назначение Границ Смысл Атаке И лязг Боевых Лисы А в кипящих Котлах Брежних Воин И смут Столько Пищи Для маленьких Наших Мозгов Мы Народи Предателей Трусов Иуд В детских Играх Своих Назначали Врагов И Злодея Следам Не давали Остыть И Прекраснейших Там Обещали Любить И друзей Успокоив И Ближних Любя Мы На роли Героев Водили В себя Только В грезы Нельзя Насовсем Убежать Краткий Век Узапав Столько Болей Вокруг Попытайся Ладонем Мертвых Разжать И Оружья Принять Из Натруженных Рук И Испытай Завладев Еще Теплым Мечом И Доспехи Навер Что Почем Что Почем Разберись Кто Ты Крус И Избранник Судьбы И Попробуй На вкус Настоящей Борьбы И Когда Рядом Руки Ты Сраненный Друг И На первой Потери Ты Псуешь Скорбя И Когда Ты Без Кожи Останешься Вдруг От Того Что Убили Его Не Тебя Ты Поймешь Что Узнал Отличила Отыскал По Оскалу Забрал Это Смерть И Оскал Ложь И Зло Погляди Как И Лица Грубы И Всегда Позови Воронье И Кровы Если Читал Значит Нужные Книги Ты В детстве Читал Сейчас Я хочу Пригласить На сцену Своего Друга Это Просто Талантливый Автор Своих Песен И Исполнитель Песен Высоцкого Это Мой Действительно Близкий Друг Дмитрий Поздравляем Сегодня Специально Приехал Санкт-Петербург Поздравляем Поздравляем Алексей Добрый вечер Я прошу тебя Не уходи со сцены Леш Если можно Не уходи со сцены Ремешок Видимо Мне не пригодится Вот Лешка Любит Все Хендмейд Что было сделано Вот Мне Подарил Хороший Музыкант Аккордеонист Костя Паникаровский Такой Уже Готовый А здесь Позитенный Валер Ваш Вот что мне хочется сказать Да Да Алексей Львович Остался с нами Я сижу на месте Андрей Николаевич Вы знаете Очень приятно Встречать в жизни Дорогую Очень близкую Душу Которая тебя Понимает И что касательно Высоцкого У нас с Лешей Была такая Интересная история Мы Оказывается Высоцкого Любили песню Высоцкого Ты правильная История Рассказываешь В общем Когда мы узнали Что мы Любим Владимира Семеновича Так как мы Его любим Мы Очень долго Пели Высоцкого Друг к другу Думали Кто же споет Круче Высоцкого Кто Кроме Высоцкого И кто не споет Оказалось же Гурда Оказалось же Гурда А вообще Знакомство С Владимиром Семеновичем Высоцким С творчеством Мне досталось Так по наследству В 4 года У меня был Очень талантливый Дядя Художник И он Слушал Бетлов У Высоцкого И больше Никого Не слушал Все И у него Будут все Бетлы И весь Владимир Семенович Высоцкий И года В 4 Услышав Эти записи На бобинных Лентах Таких А моментафон Назывался Яуздох И там Были известные Песни Владимира Семеновича Высоцкого А также Песни Которые В принципе Не получили Такое Распространение Популярность Как Скажем Многие Другие Там Как У него Привредливые Конечно Все песни Замечательные Гениальные Да Но Мне все Так Стало Обидно Думаю А почему Песни Высоцкого Не поют Которые Которые Песни Я леком тусканью и черевом вручу, А вутором кочинею, а горлом немею. И жить не умею и петь не хочу, Должно быть старею, пойти к плачу, Пусть все рнет на рею, а я приплачу. Я зарекался столько раз, что на сольцу я плюну, Но шарью голодную ласкается дрожить, И стал его разрушенности подкормить в воротону, Она, когда насытится, всегда подолго успеет. А когда я пуляю, петляю, вихряю, И в ванику валяю, и небо копчу, А но пса охраняю со мною, со мною. О чем пожалую, когда захочу, А нет, а нет, постарею, пойду к плачу, Пусть все рнет скорее, а я приплачу. Под однажды перепели судьбе я ненароком, Пошла родимая в разнос и изменила лифт, Кромила, изобразила и обернулась сроком, И, сзади, прыгнув на меня, схватила закаты. Ой, мне тяжко под ею, Гляди, я сильнее, Уже сатанею кричу на берегу, Не надо, за шею, не надо, За шею, не надо, за шею, И аж петь-то не смогу. Судьбу путь сумелю снесу к плачу, Пусть все рнет скорее, а я приплачу, А я приплачу, а я приплачу. Да, вот сейчас еще одна песня будет, Владимир Семеновича Высоцкого, Тоже не очень часто исполняемое имя, Но, видимо, очень любимое, Потому что там 9 куплетов. Владимир Семенович, если любил, то писал, Как в «Балладе о детстве 42». Я даже не знаю, как же ты писешь, спеть. Такое настроение было. Говорят, мы смыть материально, да? Или как-то корабли. Смотри, как. Корабли постоят, И ложатся на пулис, Но они возвращаются Сквозь непогоду. Не пройдет и полгода, И я появлюсь, Чтобы снова уйти, Чтобы снова уйти На полгода. Не пройдет и полгода, Возвращаются все, Кроме лучших друзей, Кроме самых любимых И преданных женщин. Возвращаются все, Кроме тех, кто нужен ней. Я не верю судьбе, Я не верю судьбе, А себе еще меньше. Но мне хочется думать, Что это не так, Что сжигать корабли. Скоро выйдет из моды, Я, конечно, вернусь, Весь в друзьях и в делах, Я, конечно, спою, Я, конечно, спою, Не пройдет и полгода, Я, конечно, вернусь, Весь в друзьях и в мечтах, Я, конечно, спою, Я, конечно, спою, Не пройдет и полгода, Не пройдет и полгода. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо, спасибо вам огромное! Владимир Семенович, С наступающим днем рождения! Алексей Буряксов, Евгений Макаров, Спасибо вам, Спасибо вам, что пришли! Дмитрий Вешник, Пока Я посмотрел записки, Ну, собственно, Одну просьбу я выполнил, Еще одну собирался, Там три записки, Одну не собирался, Но так как здесь присутствует Очень много представителей клуба Твердая рука И поклонников Метания ножей И, наконец-то, Владимир Сергеевич Ковров Вот Посетил мой концерт Просто отменили тренировку, Потому что это самый главный Мастер по метанию ножей в России Вот И Фанат своего дела Запредельный, Потому что всегда я говорю, Ну, приходите на концерт, Не могу У меня тренировка, Не могу Ну, наверное, Кто-то попросил Все-таки Из этой Замечательной Когорды людей Спеть одну песню Я ее с удовольствием спою Я никогда не пил на концертах Очень много пил в компаниях Называется Она Песня о том, Как лейтенант милиции Праздновал свой день рождения В ресторане Берлин Побудьте день вы В милицейской шкуре Вам жизнь покажется наоборот Давайте ж выпьем За тех, кто в муре За тех, кто в муре Никто не пьет Давайте ж выпьем За тех, кто в муре За тех, кто в муре Никто не пьет А за соседним столом Компания А за соседним столом Веселье Она на меня Ноль внимания Ей сосед ее Шпарит Есенина Побудьте день вы В милицейской шкуре Вам жизнь покажется Наоборот Давайте ж выпьем За тех, кто в муре За тех, кто в муре Никто не пьет Давайте ж выпьем За тех, кто в муре За тех, кто в муре Никто не пьет Понимаю я Что в Тамаре ум Что в ней там диплом И стремление И я выплеснул воду В аквариум И я хочу За тех, кто в муре За тех, кто в муре Никто не пьет Давайте ж выпьем За тех, кто в муре За тех, кто в муре Никто не пьет Я не люблю Матального исхода От жизни никогда не устаю Я не люблю Любое время года Когда веселых песен не пою Я не люблю Холодного цинизма В осторженность не верю И еще Когда чужой мои читает письма Заглядывая мне через плечо Я не люблю Когда наполовину Или когда прервали разговор Я не люблю Когда стреляют в спину Я так же против выстрелов в упор Я ненавижу Сплетни педиверсий Червей сомнения Почести иглу Или когда все время против шерсти Или когда железом по стеклу Я не люблю Уверенности сытой Уж лучше пусть откажут тормоза Досадно мне Коль злого честь забыта И коль в чести Наверное за глаза Когда я вижу Сломанные крылья Нет жалости во мне И неспроста Я не люблю Насилие и веселье Только жаль Развятого Христа Я не люблю себя Когда я тружу Досадно мне Когда невинных бьют Я не люблю Когда мне лезут в душу Тем более Когда в нее плюю Я не люблю Манежи и арены На них миллион Меняю порублю Пусть впереди Большие перемены Я это никогда Не полюблю Последняя песня В первом отделении Позвольная Но потом посмотрим Вот опять же По одной из записок Просили очень спеть Балладу о любви Я хочу эту песню Закончить в первом отделении Потом будет перерыв В 15 минут А потом мы с ребятами Сыграем вам диск Чтоб без обмана Что это действительно Мы писали вживую С инструментами Без всякой фонограммы Там и т.д. Без всяких сэмплов Там даже если на диске Услышите сирену Или полчевой Это все равно живой инструмент Вот так вот Просто С ним Чуть-чуть обработан Баллада любви Для всех Женщин Прошедших сегодня концерт Для Света У которого сегодня Я радую Еще Когда вода всемирного потопа Вернулась вновь к границе берегом Из пены уходящего потока На сушу тихо выбралась Любовь И растворилась в воздухе до срока А срока было сорок сороков И чудаки Еще такие есть Вдыхают полной грудью эту смесь И ни наград не ждут Ни наказания И думая, что дышат просто так Они внезапно попадают в такт Такого же Неровного Дыхания Так, ребят Вот очень большая просьба Все-таки Не одни Ладно? Я даже Вот ради Тебя именно Я знаю Кто там болтает Вот Спою ее еще раз Ну пожалуйста Я умоляю Я даже здесь на сцене слышу Песня очень сложная В конце концов Если да Все слышат Но просто я вот знаю Что вот этому столику Очень мешает То что там сзади В полный голос разговаривает Пытаясь переродить Спасибо Когда вода всеверного потопа Вернулась вновь границы берегов Из пены уходящего потока На сушу тихо выбралась любовь И растворилась в воздухе до срока А срока было сорок сороков И чудаки Еще такие есть Вдыхают полной грудью эту смесь И ни наград не ждут Ни наказания И думая Что дышат просто так Они внезапно попадают в такт Такого же неровного дыхания Только чувству Словно кораблю Долго оставаться на пологу Прежде чем узнать Что я люблю То же Что дышу Или живу И вдоволь будет странствий и скитаний Страна любви Великая страна И с рыцарей своих для испытаний Все больше станет спрашивать она Потребует разлуки расстояний Лишит покоя, отдыха и сна Но вспять безумцев Не поворотить Они уже согласны Заплатить Любой ценой Их жизнью вы рискнули Чтобы не дать порвать Чтоб сохранить Волшебную Невидимую нить Которую Между ними Протянули Протянули Свежий ветер Избранных Пьянью Снов спевал Из мертвых Воскрешал Потому что Если Не любил Значит и не жил И не дышал Но многих захлебнувшихся Любовью Не докричишься Сколько не зови Им счет ведут Молвай и пустословия Но этот счет Замешан на крови А мы поставим Свечи в исколовье Погибших от Неведанной Любви И душам их Дано бродить В цветах Их голосам Дано сливаться В такт И вечностью Дышать В одно дыхание И встретиться Со встоком На устах На крупных Переправах И мостах На узких Перекрестках Мироздания Я поля Влюбленным Постелю Пусть поют Во сне И наяву Я дышу И значит Я люблю Я люблю И значит Я Живу Живу Все Перевы Отдыхайте В то же Подвержен Перевы 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 Спасибо Не отпускай Не отпускай